Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хотела бы поднять с вами очень интересную тему. Почему-то мне захотелось о ней рассказать на канале, потому что часто я встречаю и такие вопросы, и такие разные понятия, у всех они разные. В общем, поговорим о том, что такое любовь. Знаете, я считаю, что для каждого, конечно, любовь она своя, и прежде чем дискутировать на эту тему и говорить, есть ли любовь, нет ли любовь, или это любовь, или это не любовь, нужно для начала всегда определиться с тем, для кого что является любовью. В абсолютном смысле, конечно, любовь это, наверное, что-то такое безграничное, но мы не будем сейчас говорить об абсолютном мире, мы будем говорить об относительном, и я бы хотела, всегда я на самом деле люблю вносить ясность людям, и в свое время я была тоже очень абстрактно, любовью называла, это какие-то чувства или еще что-то, еще что-то, но с давних уже пор я нашла такое определение любви для себя, и хотела бы поделиться, потому что если кто-то, может быть, еще тоже не определился, что такое любовь или влюбленность, разные градации, то, может быть, мой взгляд на это кто-то разделит и станет более яснее в жизни понимать, что такое любовь и так далее. В моем понимании любовь есть две стадии, да, есть так называемая влюбленность и есть любовь, да, можно это так назвать. Влюбленностью я называю это чувство, да, это конкретное чувство, это такой человек-слепец, который реально что-то испытывает, эйфория, да, и готов и горы свернуть, и все-все-все на свете, потому что это такая химическая реакция, скорее что-то впрыскивает, да, эндорфины, что-то там повышается, и все, то есть ты на самом деле не видишь, что за человек перед тобой, ты просто видишь в нем то, что вполне возможно в нем и нету, и просто эта химия делает с тобой злую шутку порой, как часто бывает, потому что когда ты влюблен, ты просто не видишь, что за человек рядом, тебе все, вот он может даже гадости какие-то делать и говорить что-то плохое, люди в шоке со стороны уже, и говорят, как ты это терпишь, а ты просто влюблен, и ты просто этого не видишь и не замечаешь, для тебя важнее какие-то другие вещи, вот это влюбленность. Я в своей жизни, можно сказать, вообще человек влюбленность, да, то есть я постоянно в жизни в своей влюблена была, постоянно чувствовала это ощущение, не всегда даже в мужчину может быть влюблена, но по жизни меня это чувство всегда сопровождало. Не каждый, кстати, это чувство испытывает, вот не каждому это дано, а для кого-то бывает это много и бывает целой проблемой. И для меня в свое время было это целой проблемой, потому что я влюблялась, можно сказать, слепо вот так вот в какого-то человека, потом, когда эта влюбленность, она проходит, естественно, проходит, у всех проходит, она не вечная, у всех свои сроки, достаточно быстро она проходит. Потом ты начинаешь обращать внимание на качество человека и, как правило, эти качества тебя не радуют, далеко не радуют. Ну, в моей жизни было так, пока я была влюблена, все было хорошо, как только влюбленность сходила и я начала видеть, что за человек со мной рядом, я с ним расставалась, потому что вот так. Влюбленность играла самую злую шутку, поэтому не всегда это хорошо, и люди порой бывают, я хочу влюбиться, хочу влюбиться, не всегда это хорошо. Я называю эту влюбленность такую болезнь. Вторая стадия, которая уже приходит, да, ну, то есть для меня она, скорее всего, конечная, и раньше я тоже думала, любовь что-то называла, я даже уже не помню, честно говоря, что я называла любовью, что-то более глубокое, что-то там терпимое для другого и так далее. Нет, для меня сейчас любовь, это просто, когда ты видишь человека, это не когда ты влюблен и не видишь человека, кто с тобой рядом, а просто влюблен в все, как он ест, как он двигается, как он матерится, как он делает ошибки, в общем, ты во все влюблен. А это уже пелена спавшая, и ты видишь, что за человек с тобой рядом, ты видишь все его достатки и видишь, самое главное, все его недостатки. И я считаю, что любовь, на мой взгляд, любовь, это тогда, когда ты видишь недостатки человека, и все равно ты хочешь быть с ним. Ты его принимаешь таким и любишь его таким. Если вы это видите и говорите, я его принимаю таким психованным, ревнивым, вот с этим недостатком, вот носки он везде разбрасывает, вот кушает много, готовить ему много надо, да, там не любит убираться, например, да, или там, ну какие-то другие вещи. Там, курит или еще что-то. Вы это видите, вы это принимаете и хотите продолжать с человеком дальше жить, делить с ним быт и все на свете. Я считаю, что это любовь, такая более глубокая, настоящая любовь. В общем, влюбленность это слепость, а любовь настоящая, это ясность. Когда вы ясно видите, что с вами за человек, и вы ясно видите, за что вы его любите и что вы принимаете. Что, может быть, вам не нравится, но вы это принимаете. Любовь, конечно, ценится больше. Влюбленность, практически вообще ценности ей нету, да, классно испытывать все эти чувства, это как наркозик какой-то, да, вот раз ты чувствуешь и реально, и сил много, и вдохновения, и все, ты не спишь, не ешь. То как будто ты полностью зависим от человека, да, вот он сказал плохо, и ты весь такой расстроенный, вот он сказал хорошо, и ты весь такой счастливый, да. Некоторая такая зависимость. Вот один мой друг, он вообще говорит, блин, не хочу влюбляться, вообще не хочу отношений, это такая жесть. То есть становишься сразу, как-то мир становится узким таким. Ну, в общем, это любимый порассуждать на отношения. Ну, в общем, вот что для меня влюбленность и что для меня любовь. Мне, на самом деле, вот это понимание и вот это понятие этих двух вещей помогают в жизни. И я понимаю, что к влюбленности я отношусь несерьезно, и обычно, когда это происходило, я ждала, пока она пройдет, для того, чтобы у меня открылись глаза на то, что за человек со мной находится рядом. И влюбленность это для меня не было что-то такое, раз навсегда, я понимала, что это временная болезнь, что ее нужно переждать, и тогда будет все по-настоящему. Сейчас все не по-настоящему, как слепой котенок, этому доверия нету. Вот, и когда все проходит, когда ты действительно видишь, что за человек с тобой рядом, ты видишь все его качества, говоришь, люблю за эти качества, вот эти мне качества не нравятся, но я их принимаю, тогда ты можешь осознанно сделать выбор и понять, что хочешь ты этого человека рядом с тобой или нет, будете ли вы вместе счастливы или нет. И таким способом я нашла себе моего любимого мужа, который со мной, который отец моего ребенка, и у нас все прекрасно, потому что именно я вижу, за что человека я люблю, я вижу его в какие-то недостатки, которые есть у каждого человека, и я тоже их люблю. Я их принимаю и люблю. Более того, раньше я была очень скептична к таким всяким проявлениям, недостаткам, например, там, может быть, чрезмерная эмоциональность какая-то, да, какие-то вспышки гнева, может быть, небольшие, там, нервы какие-то, очень остро воспринимала. Сейчас же я воспринимаю их более по-другому, потому что я замечаю, что и я могу точно так же гневаться где-то, да, я могу где-то вспылить что-то. И для меня это нормальная вещь, и я считаю, что когда у меня были отношения такие, знаете, идеальные, без вспышек гнева, без ничего, в них было очень скучно. Поэтому сейчас с моим молодым человеком такая достаточная гармония есть, вот этих всех эмоций, они должны присутствовать. Мне кажется, без этих ссор, без каких-то маленьких вспышек отношения-неотношения, да, не чувствуешь, что ты, если ты не чувствуешь, да, как мы привыкли, если ты не чувствуешь ничего, значит, ты не чувствуешь, что ты живешь. Вот, и, в общем, я стала ценить. Просто у всех свои рамки, да, у меня рамки достаточно узкие, но когда ходишь по грани этой какой-то рамки, да, что ты позволяешь своему молодому человеку, и не будет серьезных последствий, каких-то серьезных ссор, это держит отношения в тонусе. Так что эти эмоции какие-то и вот такие волны я ценю очень в отношениях наших, потому что они как раз-таки происходят в рамках всего этого. Вот, такая рука у меня иногда на фоне, огромная. В общем, вот такие дела, хотела с вами поделиться. В общем, скажите в комментариях, что для вас такое любовь, мне очень интересно. Даже я веду свою какую-то статистику и спрашиваю, мне интересно, что люди считают. Для кого что? Влюбленность, любовь? Может быть, у вас не две градации, может быть, у вас больше градаций. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии и сделаю для себя какие-то выводы. Вот, ну а если понравился мой взгляд на эти две вещи, то ставьте лайки, подписывайтесь, говорите, что бы еще вы хотели услышать. Я потому что люблю снимать видео, такие рассудительные, и общаться на темы, что такое любовь, там, как справляться с реальностью, как пережить расставание. Хотя у меня эти видео есть уже на канале, может быть, будут какие-то еще интересные темы и вопросы. Так что пишите в комментариях, давайте общаться. А я с вами прощаюсь до следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok